Влюблённость А тема сегодняшней встречи – любовь между мужчиной и женщиной. Откуда берётся это чувство? Как мы научаемся любить и что может любовь разрушить? Обсудить с нами эту тему пришла Ольга Марковна Любимова, психолог, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и педагогики Парнаульского юридического института. Здравствуйте, Ольга Марковна. Добрый день, Екатерина. Тема у нас сегодня такая, конечно, за 30 минут не поднимешь. Тема любви, любви между мужчиной и женщиной, любовь к родине сегодня мы не об этом. И начать хочется, как обычно, с определения, да, что же такое любовь. Их, наверное, миллиард, но наверняка есть какое-то любимое. У меня вот два любимых определения любви. Первое, это вот Алексей Васильевич Капранов говорил о том, что любовь – это острое желание блага человеку. Одно детское. У детей спрашивали, что такое любовь, и один из детей сказал, это когда конфетку даришь другому, а сладко тебе. У вас какое любимое определение? Ну, мне из двух определений. Второе, детское, больше нравится, в нем больше искренности. У меня прямо оно какое-то совсем научное. То есть это такое деятельное заинтересованность, ну, то есть в действии, в развитии другого человека, с учетом его индивидуальности, с учетом… И здесь присоединю Капранову – во благо. То есть это делание во благо на основе познания другого человека. Не фантазия о нем, а познания. Ну, и наверняка же есть какие-то представления стереотипные любви, которые на самом деле любовью не являются. Какие-то наши заблуждения о любви. Какие вы можете рассказать? Ой, это… У меня есть любимое выражение, где-то у кого-то из классиков я его читанула. Это любовь на взаимной невротической основе. Когда два невротика встретились, и вот они друг к другу пытаются, так скажем, вылечить душевные раны. И, в общем, ничего хорошего из этого, как правило, не получается. Ну, или получается, что один выздоравливает, а благополучно уходит, а второй продолжает страдать. Вот. Ну, не люблю я современных вот этих историй, связанных с абьюзингом, с… Ой, мне кажется, это… Его настолько вульгарно извратили, да, что любое даже попозновение… Любое несогласие. Да, любое несогласие, любое попозновение или проявление мужской природы… Я вот почему-то здесь на стороне мужчин. Именно мужской природы, такой, знаете, древних троп мужчины рассматривается. О, а ты абьюзер, да? Да он просто мужик. Вот. Ну, вот как-то это, возможно, не популярно. Но еще один вариант – это созависимость. Это когда вместе невозможно, а врозь начинаются большие страдания, да? То есть потому что интуитивно люди понимают, что вместе они сталкиваются со своими болевыми точками, вот, а… Но именно это позволяет им, как бы, чувствовать себя живыми, да, и поэтому… Ой, созависимость… Ну, например, вот у меня сейчас любимая тема, что каждый любит, как умеет, да? И вот если… Любимая тема такой симбиоз, ну, который нам инстинктивно дан, мама своего ребенка любит нормально, симбиотически, предполагая, ну, то есть предполагая, что она четко знает, что ему надо, она предполагает, что она его понимает на 100%, он предсказуем для нее. И вот это нормально где-то до 6 месяцев. Но потом, но вовремя у женщин почему-то это не отключается, и они говорят, мы пошли в 11 класс, да, и потом люди начинают взрослеть, но они умеют любить только вот это вот, прямо-то предполагая, навешивая свой образ, общаясь не с реальным человеком, а с фантомом. И потом, когда этот фантом начинает вдруг проявлять свою волю, желание, да, начинаются вот эти притирки, скандалы, иногда, ну, это чаще всего агрессия, давление, то есть домашнее насилие и все-все-все. А это всего лишь то, что ребенка не научили любить по-другому. Мама могла только полностью сливаясь с ним вот быть рядышком. То есть это вот эти люди, у которых один профиль на двоих. Ну да, ну да, вот, и поэтому, и кстати, ну не только, нет, есть внешне, ну, из моего опыта общения достаточно люди, которые, ну, вроде как самостоятельно, вроде как самодостаточные, но копни поглубже, почему у них не выстраиваются отношения, а они про то же, про симбиоз. И вот, ну, ладно, я могу дальше много на эту тему говорить, задавайте вопросы. То есть не один человек не может взрослый дать того уровня слияния, как давала мама? Не может, не может и не должен, потому что мы должны развиваться. То есть мама – это уже прошлое, вот, а, как говорится, твои дети, твой партнер – это будущее. И даже, по-моему, в Библии сказано, да, да, прилепится жена, да, вот, к мужу своему. Вот, поэтому, а мы ищем, мы ищем вот этого старого, спокойного благополучия гавани. Ну, и, как говорится, не находим, разочаровываемся, обвиняем во всем партнеров. Вот, мне кажется, к этой теме вопрос. Сейчас модная тема про, безусловно, любовь. Что любовь, она, вот, даже я от мужчины реально слышала, что он прям транслировал такую идею, что вот, ну, что же жена не может меня, безусловно, любить без, ну, без всяких там пунктов, чему я должен соответствовать или что-то еще. Насколько эта идея перспективная, назовем ты так? Ну, здесь любой взрослый человек должен разделять ролевые модели, то есть вот роль, мы партнеры. И если мы партнеры, берем на себя определенные социальные обязательства, да, и наши с тобой отношения, наше принятие друг к другу, да, вот. И мне кажется, что за такой, за таким желанием иногда со стороны мужчины идет желание отдохнуть и расслабиться. Я просто, я действительно знаю такие истории жен, которые прям запилили своих мужиков, что он должен работать, что он должен делать, да, и не дают признания, ласки, отдыха, покоя. Они не способны восполнять ресурсы, они способны только контролировать и стимулировать. И вот, мне кажется, чаще всего такие мужчины начинают говорить, хочу безусловности, хочу отдохнуть немножко, да, то есть такой немножко соскальзывающий запрос. Вот. А с точки зрения вообще безусловности, ну так ищи своего партнера. Просто мы боимся часто расстаться с человеком, который нас не устраивает, мы думаем, что, ну, другие хуже, да, другие, нет, нет, кому я нужен? Ой, я вспоминаю свою первую волну разводов в нашем поколении, 22-23, и все, кому мы нужны? Уже 22 года. Уже два года, вся жизнь прошла, вот, и даже еще детей нету, все равно уже кому ты нужен. И вот этот страх оказаться в одиночестве заставляет мириться и пытаться что-то отформатировать своего партнера. У нас, кстати, еще другая тема, у нас нет культуры расставания, например. У нас, мы не умеем, не оскорбив друг друга, очень мало людей умеют, не оскорбив друг друга расстаться в отношениях, понимав, что они не подходят. Вот. То есть у нас какая-то привычная драматизация разводов неуместная. Ну да. Вот, поэтому, мне кажется, что такая модель, она, ну, безусловно, принятие. Я еще, с другой стороны, я хочу сказать, я здесь со стороны мужчин. Вот у меня мой муж, который, с которым мы уже вместе, мы по сыну отмеряем, сколько мы вместе, ну, то есть если сыну 22, ну, значит, 23 с хвостиком мы вместе, вот. То есть он, у него своя гипотеза по поводу мужчин, да, он говорит, что мужчина должен просто встретить свою женщину. И если он встречает свою женщину, это да, это может пройти не один год, не одно десятилетие, но если он встречает ее, то проблема верности, проблема желания, проблема сексуальности решается на 100% раз и навсегда. Да. Кстати, мужчины, мне кажется, менее требовательные, вот, вот они больше способны принимать женщину целиком. Это мы-то все-то аналитически разбираем. У нас есть на то причины. А какие у нас причины? Ну, мы больше заинтересованы в потомстве, которому надо выжить в этом сыром мире, поэтому мы требовательны, потому что зависимы. Ну, наверное, да, наверное, да. Я скажу, может, непопулярную вещь, но один из секретов моего долгого супружества в том, что в какой-то момент я перестала ждать от мужчины вот должного и ожидаемого. То есть все-таки безусловное принятие? Безусловное принятие возможно. Ну, ты принимаешь погоду, знаете, вот, ну, она есть, и хорошо, что она есть, да, у нее есть свои особенности. С чем-то ты не можешь мериться. Нет, есть такие вещи, которые вот все, вот табу, да. Принципиальные. Принципиальные. А все остальное, все остальное компенсируется другими достоинствами. Важное от неважного. Да, то есть я бы не стала спутать безусловное принятие со слепотой. Вот, 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 не надо. Принятие – это про понимание. Ну, что, ну, есть такое, да. Хочется, вот, мы про родителей уже немножко начали говорить, поговорить о том, собственно, про любовь, да. Это что-то, что к нам снисходит, химически проявляется, или это что-то, чему мы научаемся? Итак, начнем с простого. Риск суррогатного материнства связан с тем, что на последней стадии родов выбрасывается окситоцин. И он такой, почему иногда их как раз кисарят, да, для того, чтобы не было выброса окситоцина, который формирует безусловную привязанность к своему детенышу и трудность вот отдачи, да. Поэтому в основе привязанности у нас лежит вполне себе химический процесс, гормоны окситоцины. Которые вырабатываются по ночам, у нормального человека, приблизительно с 3 до 4 часов ночи, ну, может, с 2 до 4, и поэтому так важно, с кем ты спишь рядом, с кем спишь, тем... Особенно с 3 до 4 ночи. Да, с 3 до 4 ночи, да. Кстати, поэтому действительно сложности создания семейной жизни, те, кто работает в ночные смены... Есть такое. Да, но они это переживают как утрату любви, как охлаждение, а это гормональное неподкрепление отношений, вот и все. Вот, ну, как бы один из таких вариантов, да, и там... То есть, с одной стороны, любовь – это химия, безусловно. Вот, а дальше уже идет, ну, мы, как Шрек сказал, многослойные, да, а дальше уже идет наслоение, как бы построение отношений, формирование модели партнера, его даже интериоризация. То есть, это вот слово такое заумное, попроще сказать. Это когда человека нет, а ты знаешь, что бы он сказал, что бы он сделал. Когда он даже умер, а ты все равно с ним разговариваешь, как с живым, и это не сумасшествие, это просто понимание полностью, как бы внутренне... Отраженная субличность. Да, личность человека, которая в тебе живет, и ты знаешь, как это удивительно. Вот, поэтому... А где учиться здоровой модели отношений? Потому что, если мы посмотрим на все сериалы, все ток-шоу, не знаю, большинство литературы, ну, будем честны, в общем, там модели-то не самые здоровые. А как вот выглядят здоровые отношения, и где поучиться? Если, допустим, в семье там было по-разному, скажем так. Ну, ключевое слово «шоу», да, оно для того и делается. Ну, зачем? Ну, кому интересно смотреть красоту и понимание, да? Это же скучно. Это же скучно. Ну, Толстой сказал... Я, кстати, вот, знаете, замечаю, ну, когда общаюсь сейчас с людьми, Толстой был гений, он прав. Действительно, все счастливые семьи счастливы одинаково. Там наблюдаются прям типичные модели отношений мужчины к своей женщине, женщине к своему мужчине, да, вот... Давайте проговорим, что... Вот как понять, что более-менее здоровая история? Ну, наверное, начнем с того, что вот химия проходит, остается уважение. Вот прям уважение и понимание границ другого партнера. И понимание, что если там человек ушел и закрыл дверь, это не уменьшение любви, это ему, уважая его желание побыть в одиночестве. Не чувствуй себя брошенным и виноватым, если он один и не с тобой. То есть тебе должно быть хорошо с этим человеком, но ты должен иметь возможность и силу, и находить удовольствие, чтобы побыть один, да. Это, конечно, это взаимные обязательства, то есть, ну, и разделение обязанностей, потому что если мы пара, мы все равно это делим, да. И где учиться? Ну, вообще-то, ну, учиться либо у психолога, либо у родителей. Вот. То есть психолог – это тоже вариант отработать здоровую привязанность? Ну да, разобраться в этой истории, там, скажем, маячки поставить, что вот, а здесь что происходило, да, вот ты сейчас что делаешь? Ты сейчас манипулируешь или ты сейчас страдаешь? Что же, что за младенца включила или включил, да, вот. А так вообще родители, но причем этим, дети учатся об этом незаметно. То есть хорошая любовь между родителями, она не, ну, как скажем, она воспринимается детьми как дружба, как партнерство, она незаметна. Это не, как говорится, это не страстные охи за стеной, то есть вот это совместная деятельность. Вот еще, наверное, любовь – это когда мы делаем что-то вместе, и когда нам интересно что-то делать вместе, вот. Когда там ремонт не превращается в испытание. О, да. Да, 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 вот. Ну, хотя, как это, правило Кота Матроскина, совместный труд для моей пользы он объединяет. Он объединяет вообще. Знаете, в числителе, в любви может быть все, что угодно, ну, как в дроби наверху, гнев, раздражение, обида, еще что-то, ну, в знаменателе должна быть любовь, да, как говорится, куда ты денешься с этой подводной лодки, лежащей на грунте. То есть если ты принял, что вы вместе, значит, дальше договариваться надо. Мужчинам очень тяжело в современном мире, правда. Женщины больше адаптировались. У нас мир изменился, женщины возмужали, а новых пространств для самореализации у мужчин не осталось. Вот. И поэтому, а требования у нас к ним остались. Мы хотим, чтобы они были героями, мы хотим, чтобы они там на белом коне нас спасали, мы хотим, чтобы они все были богатыми, да, вот, хотим еще что-то, но... Мне кажется, немножко меняются уже требования. Уже хочется, чтобы с мужчиной о чувствах можно было поговорить. Это не вяжется с героем на коне вообще никак. Я сейчас подумала, вот стоит ли говорить о чувствах с мужчиной. Не феминизация ли это мужчин? Не пытаемся ли мы их подстроить под себя? Они другие. Если они будут рефлексировать про чувства так же, как мы, они свою территорию не завоюют и своего мамонта не принесут. Мне кажется, это мы их немножко в это... Ну, с одной стороны. С другой стороны, это вопрос навыка просто. Это же навыковая история рефлексировать свои чувства. Нет, с мужчиной кайфово говорить про чувства. Именно поэтому мужчины-психологи так востребованы. Вот, да. Но все-таки мужская природа, она более лаконична. Я, правда, часто встречаю мужчин, хотел сказать мужиков, которые молча страдают, которых не меньше там в душе переживаний, просто они не привыкли. В их культуре непривычно об этом говорить. Ну, это позитивно бы сказалось на них, если бы в культуре появился. Паттерн и свобода, и умение мужчинам говорить о чувстве. Ой. Вот прям нужна социокультурная практика. Пусть психологу ходят. Вот, согласна. Но поскольку к психологам ходить не принято, они начинают искать себе партнерша свободных уш в интернете. И это вызывает прямо вау, Борю в семейной лодке. Это как раз одна из той истории, про женщину, которую я консультирую, не знаю, что с ней, кто она. Как раз у них в этом проблема. С ней он не может поговорить, а может поговорить с кем-то с... Ну, это как эффект попутчика, что перед своей женщиной я не могу быть слабым, а перед чужой я не щупать как-то. А вот если мы говорим о любви, есть две модели там выбора партнера. Да, одна европейская, что мы женимся на тех, кого любим. И восточная, мы любим тех, на ком женились, кто бы это ни был. Все-таки любовь является ли необходимым компонентом счастливой семейной жизни? Или все-таки, допустим, не знаю, социальническая совместимость там, или кто там, это по гороскопу. Что важнее для благополучия в семье? Вот не будем путать любовь и семью. Вот для семьи, пожалуйста, можно и восточный вариант. Полюбим, как говорится, стерпится, слюбится. Но вот для меня ближе все-таки европейская модель, потому что она, само влечение изначально идет, ну, как скажем, глубина организма, души откликается, да, даже, вот. И нормальный брак, он проходит через влюбленность, страсть, темперамент, потом остается, потом остается уважение, нежность, забота, ну, все что угодно, да. Вот. С точки зрения соционики, хоть не признано, ну, вот, прости меня, господи, психологическое сообщество, да, но работает, ну, работает, да. На себе проверено. Вот. Совместимость, как пазлы, сходится. Но здесь еще есть такой момент, что мы выбираем партнера, которые, знаете, как кошка-валерьянка, которая нам нужен сейчас. Мы влюбляемся в того, кто сейчас. Потом, переопылившись от другого партнера, в какой-то момент брак начинает испытывать кризис. И мы думаем, один партнер вырос, а второй еще нет. И вот и начинаются вот эти вот метания. И вот здесь нужно просто понять, то есть это, есть ли у второго партнера потенциал роста, да, вот это, ну, как бы заново познакомиться, заново встретиться с новыми людьми. Вот люди этого не рефлексируют, не понимают и рассматривают, о, любовь прошла. Нет, просто один вырос, другой еще немножечко в процессе. А как понять все-таки, ну, есть ли шанс у отношений? Или это действительно, ну, просто закончилось, закончился этап какой-то жизни, но есть отношения? Мне кажется, что шанс есть всегда, когда два человека решают, приняли решение, что они вместе. Вот тогда они договорятся, да. Если там еще не, так скажем, подключится химия любви, да, или, то тогда все нормально. А вот если один прямо пытается попытаться, пытается прямо изо всех сил, налаживать и так, и сяк, а второй не хочет, не осознает, ну, тут, прости, Господи, ну, вот здесь... Медицина бессильна. Да, да. А вот эта химическая часть, бессознательная, есть ли какие-то способы управлять в отношениях именно вот этой влюбленностью химической? Ну, вот спать с трех до четырех, это я запомнила. Хорошо. Есть ли еще что-то, чтобы вот этот окситоцин, дофамин в отношениях побурлили побольше? Могу только предположить, да, это... Поскольку это физиология, это биология, это... Мне почему-то кажется, что танец лечит все. Да, сходите на курсы танго, потому что это, с одной стороны, целомудренно, красиво, мы бы как бы танцуем. Это для тех, кто не очень в контакте со своим телом, да, но сама история, она... Вроде и роль, это ролевая игра, да, но с другой стороны, она пробуждает сексуальность, она пробуждает, она открыто играет мужскую роль, чувственно-женскую, и это пробуждает. Поэтому я за... Я за прикосновения, ну, как скажем, если сложно с массажем и с чем-то еще, то, пожалуйста, тогда танец. Тогда танец. Красивый свет. Каждому эксперту мы предлагаем поделиться со зрителями какими-то фильмами, книгами, упражнениями, что могло бы продвинуть их в теме любви и как-то добавить гармонии в этом вопросе. С точки зрения вот книг, я бы посоветовала почитать статью, вернее, ну, это большая такая, не очень большая, ну, страничек 20. Работа Юнга «Проблемы души нашего времени». Где Юнга обожаю, потому что он пишет очень понятно, он понимаем мужчинами, то есть подсуньте эту книжечку своему партнеру, да, вот, или почитайте вместе, или пусть послушает, потому что там то, как происходит выбор, почему мы разочаровываемся, как наши бессознательные в этом поучаствуют. И, в принципе, никто не, так скажем, не жаловался после прочтения, всем нравилось. Вторая книга, которая идет на ура, это «Если хочешь быть счастливым» Клитвак, М.Е. Вот, вот, это его, одна из первых книг, потом пошли другие вариации, но самая первая, вот, это такая толстая книга, «Если хочешь быть счастливым». там тоже много про истории, про отношения, как мы сами себе иногда портим, какие у нас сценарии в нашей принесенной из родительской семьи разрушают наши благополучные браки, то есть, женщина, которая, если она несчастливая из своей семьи пришла, то даже, вот, дай ей принца, дай ей все замечательно, она и там угробит. Вот. Сценарий, он, неосознанный сценарий, это просто как заклятие. У меня была одна знакомая, которая развелась с алкоголиком, уехала в санаторий отдохнуть и прям по классике нашла единственного закодированного алкоголика, успешно его раскодировала, вот, а потом жаловалась, что же она такая невезучая, да, она не умеет жить по-другому, вот. Потом, этого же автора есть книга, которая, я бы посоветовала более взрослым читателям, это «Избранные лекции по психотерапии». Не пугайтесь этого слова, потому что читается и бухгалтерами, и полицейскими, и торговыми агентами, и все, кто прочитал ее, там, вот, 40+, да, они говорят, вау, дайте еще что-нибудь, да, вот. То есть это, там очень много примеров, очень много жизни, и как раз там очень много про любовь, там, целая книга про, целая глава про Франкла, о смысле любви, о смысле страданий, вот. Если говорить про художественную литературу, посмотрела, недавно прочитала, «Мосты округа Мэдисон». О, даже фильм есть. Фильм есть, да. Фильм не смотрела, книга меня просто как-то вдохновила, это как раз про такую любовь совсем-совсем-совсем возвышенную. А это что у нас за книжки? А это, ну, известная книга Карен Хорни, «Невротическая личность нашего времени». Это как раз про любовь на взаимно-невротической основе, то есть тоже можно почитать. Для того, чтобы их красиво любить, нужно быть здоровым. Человек… травмированный, он все равно будет приносить эту боль в свои отношения. И он всегда будет их… Они будут извращаться каким-либо образом. Вот. Поэтому Карен Хорни. А это вот «Христоматия», Эрих Фром, «Гуманистический психоанализ». И здесь очень много разных статей, но в том числе как раз про любовь. Про практика. Знаете, статья называется «Теория и практика любви». Вот. Заинтригуемся. Да, здорово. Хорошо. Да. Вот как-то так. Идея про языки любви, то есть насколько это рабочая история, любовь как чувство и проявление любви. Является ли эта тема с языками любви какой-то рабочей историей? Вы знаете, у меня одна пара, прямо… Это темка модная для психологов. Почему-то она продвигается. Вот это вот. «Языки любви». Ах, языки. И вот, значит, партнеры на семейном консультировании начинают выкатывать друг другу претензии на каком языке говорить. Вот. И наблюдаю издалека, издалека, это не мои клиенты, одну пару, вот, которая прям ругается, потому что не может о языках договориться. Я говорю, «Ребята, вы лучше потанцуете или в баньку сходите, да? Попроще, попроще. Нужно и… Я бы сказала, что язык, он естественный, но невозможно против своей природы идти и… так же, как научиться языку любви другого человека, но, наверное, так же сложно и иногда бесперспективно, как мы 125 раз учим английский язык, не практикуя, да, в общем, вот как-то… Нет, поэтому я бы, я бы сказала, что в любви больше спонтанности. Вот, спонтанность в любви это очень важно для того, чтобы сохранять ее живой, потому что многие пытаются все просчитать, запрограммировать, секс по четвергам, там, родители по пятницам, да, совместный просмотр фильма, и все как-то катится, катится, да, Ну вот это не про любовь, в любви, в гармонии вот должна быть спонтанность, но спонтанность, она будет приветствоваться, когда ты знаешь партнера, потому что мы начали с чего? Деятельность, заинтересованность, когда ты знаешь человека индивидуально, что ему важно, что ему интересно, вот тогда спонтанность будет приветствоваться, потому что многие мужчины, они так про это услышали, Они пытаются быть спонтанными. Женщины в шоке. Типа я взял билеты на Канар и завтра летим. Да. Спонтанно? Нет, с другой стороны, кайф, да, что ты обижаешься. С другой стороны, у меня завтра самотолог, да, вот. А если у меня на Канарах заболит зуб, да, и в общем. Поэтому спонтанность – это вот как такой танец прикосновения. Вот я поэтому говорю, знаете, вот женщина, как-то ее сказали, как любить мужчину. Я говорю, научись кормить тигра. Вот тигра научишься кормить, тогда поймешь, как любить мужчину. И вот она там вокруг, там вот приручала. Вот. Он говорит, а так теперь за усы дерни. Вот не съест, вот тогда ты готова к браку. Вот. Так и здесь тоже. С партнером нужен танец. Как у нашего с вами общего учителя, у Дубинины Татьяны Викторовны. Проанализирую, что ты даешь человеку. Сколько ты положительного внимания даешь человеку. Сколько отрицательного. Сколько ты принимаешь от него. Сколько, как бы, положительного или отрицательного. Что ты готов принять только пендели или только… Или когда он тебе говорит, ты великолепно выглядишь, ты скажешь, да, Петя, ну я же поправилась, я же старая, да. Ты не принимаешь положительного. Когда просишь ли ты. Я вот заметила, что муж у меня вынужден просить положительного внимания. Там он говорит, Марковна, ну я же хороший, да. А вот я нет, я вот просто, ну как скажем, в избытке. Мне он дает кучу комплиментов, я расцветаю. Вообще в браке, знаете, еще один такой момент. Учите скиннера. Когнитивно-поведенческая терапия. Подкрепление хорошего поведения. Вы знаете, почему я хорошо готовлю? Потому что муж ни разу мне не сказал, что я плохо приготовила. Был один-единственный раз, когда я сама увидела косяк, я жутко пересолила суп, он давился. Единственное, я поняла, что он не попросил добавки. Я тогда поняла, что что-то не то. То есть, я бы, знаете, если бы говорить про любовь, да, при том, что я адвокат мужчин, я бы сказала мужчина, мужчина, читайте восточную литературу. Как там хвалится женщина? Ну мы все равно любим ушами. Говорят даже, что язык развился благодаря тому, что мужчины начали делать самочкам комплименты. Учитесь. И тогда мы откликнемся на это. Любви много не бывает. И вот в этом методике самоанализа общения когда-то Губинина сказала, говорю, не надо нам думать о том, что мы обязаны принимать отрицательное внимание. Мы вообще должны честно, без вины просить, требовать, получать и отдавать. Только положительно. И тогда у нас все будет хорошо. Спасибо большое за этот душевный разговор. Хочется верить, что любви спонтанной и живой в мире станет больше. А следующая наша встреча будет посвящена желанию жить. Что это за сила? Что ее гасит? А что ее разжигает? Обсудим. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...